Для ребят из 2-го класса Горкинской средней школы сегодня необычный и насыщенный событиями день. Своеобразный открытый урок для них начался с выставки «Маршалы Великой Победы». Научные сотрудники музея-заповедника Горки и Ленинские подготовили вниманию школьников увлекательные рассказы о военачальниках Великой Отечественной войны. Они еще это высокое звание маршала получили в 1935 году. А вот остальные маршала, 23 человека, фотографии которых здесь представлены, они получили во время войны. 28 громких фамилий тех, без кого долгожданная победа была бы немыслима. Георгий Жуков, Борис Шапошников, Климент Ворошилов, Родион Малиновский, Семен Тимошенко, Иван Конев. Вот лишь некоторые из маршалов, о которых ребята смогли узнать много интересных фактов. И, кстати, к приятному удивлению, школьники в ходе общения с экскурсоводом показали хороший уровень собственных знаний. Я не ожидала, что второй класс будет достаточно много знать для их возраста о Великой Отечественной войне. Вероятно, это заслуга и преподавателей, и их семье. Что дети все-таки знают и знают, что такое война. Ребята знают о неоценимом вкладе военачальников. Общими усилиями и ковалась долгожданная победа. Я думаю, что мы не могли бы победить без некоторых маршалов. Думаю, что все маршалы очень нужны. По окончанию выставки второклассники прошли к мемориалу павших воинов и возложили цветы. Они помогли спасти нашу Родину, спастись от немцев. Потому что, если бы они не помогли, то тогда бы страна наша принадлежала немцам. Жалко было, что они погибли и спасли. Но главное, что они спасли нашу страну. Дальше ребят ждал сюрприз. Мастер-класс, на котором они своими руками могли сделать солдатский конверт. В Великую Отечественную войну письма были вот такие. Это треугольники. И оно называлось солдатское письмо. Вооружившись ножницами, бумагой и фломастерами, школьники принялись за дело. Буквально 5-10 минут и конверты готовы. Ребята поделились, кому же они хотят вручить свои хендмейт-подарки. Я хочу этот конверт подарить ветеранам. Таким простым, но очень символичным жестом мальчики и девочки отдают должное победителям. А это значит, что подрастающее поколение на правильном пути. Они не забывают героев прошлого, без которых были бы немыслимы, настоящее и будущее. Это, во-первых, преемственность поколений. Во-вторых, мы воспитываем в детях любовь к родине. Уметь защищать ее, отстоять, любить родину. О том, чтобы дети знали, что, как было, историю нашу. Потому что, не зная историю, мы не можем любить родину по-настоящему. Выставка «Маршалы Победы» продолжит свою работу до конца мая. Приглашаются как школьники всех возрастов, так и взрослые. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов и Елена Кошлева. Видное ТВ.